Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Кулагина Раиса Ивановна. Где и когда Вы родились? В Вологодской области, в Ошизгиреон, в деревне Бесов-Нос, в 1923 году. Когда Вы попали на фронт? 13 января 1942 года. А когда Вы выбыли? В апреле 1946 года. На каких фронтах Вы служили? Ленинградский и Второй Белорусский. И в апреле 268. В роли кого Вы там были? Медицинской сестры. Хорошо. Итак, начнем. Расскажите, пожалуйста, как Вы узнали о войне? О войне я узнала по радио. Когда Молотов объявил, что началась война. А речь Сталина Вы слышали? Слышала, наверное, но уже теперь не помню, конечно, слышала. Скажите, что Вы почувствовали, когда Молотов объявил о начале войны? Ну, и сожаление, и удивление. В общем, все было. Мне было-то все 18 лет. А скажите, а как Вы вообще попали на фронт? Сама просилась. Когда началась война, бегала в военкомат. Просила, чтобы меня направили на фронт. Ну, сказали, что 18 лет. Нет, убедите. Ну, и вот, наконец, 13 января я получила долгожданную повестку в военкомат. Направили меня в госпиталь, который находился в Петроградском районе, на улице Мира. Бывшее военное артиллерийское училище. В этом стане был наш госпиталь. А расскажите, пожалуйста, об обстановке в Вашем госпитале. Обстановка была тяжелой. Когда, значит, нас пришли, новобранцы, туда старшина нас сделал перекличку, потом предложил нам пройти по госпиталю, посмотреть, где мы будем служить. Ну, вошли мы, значит, в такое большое помещение, громадный зал. Даже не знаю, как это назвать. Там буржуйки, темно, дымно, холодно, конечно. Все солдаты в шанелях, в шапках-ушанках, в обмотках. Буржуйка горит, около буржуйки сидят и курят, и в карты играет, и матерятся. И тут же и окурки, и плевки, и все. С трудом нашли медицинскую сестру. Удивились, что она в пальто, с поднятым воротником, в теплом платке, в варежках. Ну, представляете, какое было наше удивление всему тому, что мы представляли в госпитале, это что-то чистое, светлое, белые калаты и так далее. Ну, вот разочарование такое случилось. Ну, во всех, по лестнице, в коридорах, в фекалии, в туалетах, полные ведра параши, которые выливались прямо в окно со второго, третьего этажа, и все это замерзало на морозе. Такая большая, огромная колонна образовалась. Вот это то, что мы встретили. Ну, поскольку я тоже почти была дистрофиком, и меня направили работать в приемный покой. Карантин был на закрыт, госпиталь был на прием больных и раненых. Поэтому приемный покой, в общем, тоже такое же огромное здание, посередине, говорит, буржуйка, вот это, что, значит, делать, чем заниматься. Опять же, я в пальто тоже сидела и топила эту буржуйку. Вот в чем заключалась моя основная работа. Вот. Я однажды, значит, сижу, как обычно, на дежурстве, и топлю эту буржуйку, здесь, значит, тепло, а спина вся в холоде. Заглянул в начальник госпиталя. Ну, отрапортовала ему что-то, я такая-то такая, значит, вот, нет, сестра. Он на меня закричал, почему без халаты? А я, значит, говорю, что нам не выдали халаты. Он, два наряда вне очереди стирать белье, и ушел. Я заплакала, конечно, расстроилась. Потом пришла смена, и оплачивали. Чего случилось? Да вот мне это получилось, два наряда вне очереди стирать белье. Они засмеялись, сказали, что какое белье? Белье-то в госпитале нет? Что ты говоришь-то? О каком халате разговор? Ну, в общем, это так. Ну, и пока это дело, значит, и я заболела после того, как я пришла в госпиталь. Питание было, конечно, лучше, чем на гражданке. И, в общем, свалилась. Три дня я лежала. И уже не ходила в столовую. Девчонки приносили мне хлеб, масло и сахар. И, значит, около буржуйки они мне положили. И я так, чтобы одеяле закрытое лежало три дня. Только бегала в туалет. По-большому, в общем, такое было состояние. На третий день они, значит, привозят пакетик маленький чая. Я говорю, откуда этот чай? Да, говорят, нам чай не давали. Мы там подняли, значит, шум. И нам выдали, что давайте нам тогда сухой чай. И вот эти семь грамм чая я, значит, высыпала себе в рот, сживала. И после этого я встала. Встала, у меня вот это вот бегание в туалет прекратилось. Спустилась я в приемный покой, значит, потом мы, в общем, обедали там, в общем, вовремя, почти вовремя. А ужин у нас иногда задерживался. То воды нету, то, понимаете, дров там не хватало, то еще что-то. Иногда мы, значит, ужинали где-то уже под утро. Но во время ожидания ужина мы танцевали. И в валенках, и в фуфайках холодно было. Но патефон крутили, но молодые, 16-летние, танцевали. И вот я всегда своим внукам, правнукам рассказываю о том, что меня сквозгло 7 грамм чая и танцев. Вот. Ну, пока я тут болела, и все. Приемный покой, смотрю, в окно идет мама моя. Что случилось? Умер отец. Ну, поскольку у нас были ключи от ворот, то я могла выйти, оделась в вратанскую и начала хоронить отца. Ну, завернули мы его в байковое одеяло, на санки и повезли на Смоленское кладбище. Может, перерыв сделаем? Ну, вот и повезли мы отца, значит, на Смоленское кладбище. А снегу было, это вот, если сравнить, да, это можно с этой зимой сравнить. Такое количество снега было и тогда. И вот мы проваливались в этот снег выше колен и еле вытаскивали оттуда ноги, сами все были тоже истощенные. Привезли, в общем, в общей могиле его похоронили в завод от Женикица. Это балтийский завод. В этой могиле он лежит. Ну, у меня еще был брат, который скончался уже в феврале месяца, которого тоже я выносила сама. Но уже тогда уже не хоронили, а только принимали. Был такой у нас на восьмой линии, я на Васильевском жила. И на восьмой линии был такой сарай. И в этом сарае стоял милиционер и принимал вот этих вот умерших. Я подняла так его и туда. Штабелями, в общем, складывали, как дрова. Потом куда их вывозили, неизвестно. Ну, вот, вот, может быть, это на этом я закончу. Самое страшное уже было позади. Лесна, март месяц. Солнце уже светлее стало и теплее, подогревает немножко солнышко. И начальство того полковника, который меня назначил, два наряда вне очередь, отправили в штрафной батальон. Разжаловали и отправили. Ну, и там еще остальных, которые вместе с ним в это время служили в госпитале, запустили этот госпиталь. Пришло к нам новое начальство. Полковник, вот до сих пор помню фамилию, Хаютин, отчество не помню, никак зовут, тоже не помню. И комиссар Васильев. И вот как началась у нас счастливая жизнь. Как мы все молодые, как мы ожили. И давай чистить, мыть, красить. Ну, в общем, госпиталь совершенно переродился. И белье появилось. И кровати мы покрасили, тумбочки покрасили. Светлые здания помещения. Но тут началась другая война. Война с педикулезом. ВОЖ это было что-то страшное. Вот мы утром осматриваем больного. В основном были больные. Потому что наступлений пока на Литератском фронте не было. И в основном были, конечно, истощенные бойцы. С этим истощением, с дистрофией боролись. Утром осматривали. Накодились в шею. И переодевали чистое белье, которое проглаживали горячим утюгом все швы. Одевали чистое белье. Вечером, опять же, дважды осматривали. Опять же, в этом белье. То есть у него опять появлялись овши. И вот такая вот у нас была борьба. Это первое, что мы боролись со овшами. Теперь дизентерия, гепатит, сып. Поскольку ворс, значит, сыпнуть иф. И это длилось до тех пор, пока не началась подготовка к освобождению Ленинграда. Снятие блокады Ленинграда. Тут у нас еще счастливее жизнь пошла. Уже поступать стали раненые. И я уже не в этом, не работаю в приемном покое. Я уже на отделении. У нас, значит, хирургическое отделение уже было. И была палата вот для таких больных, как вот дизентерия, гепатит. Это были отдельная одна палата была. Потому что раньше мы еще терапевтическое отделение, а сейчас мы хирургическое. Ну и тут нам уже не приходилось не спать. Спали прямо тут же в перевязочной. Тут же отдыхали. Только сходим, сбегаем, покушаем. И опять тут же, и опять идет, когда наступление на Ленинградском фронте началось. И опять перевязываясь, перевязываясь, перевязываясь. Приемный покой прямо привозили целыми машинами раненых. Ну у нас был легкий госпиталь. Кистевой, в общем, конечностей. Рук и ног. На наше отделение вот было кистевым. Ну вот потом, значит, уже в 45-м году, 20 января, наш госпиталь эвакуировали во 2-й Белорусский фронт. Ехали мы долго. Ехали, останавливались. Все проходили эшелоны. С танками, с оружием, с артиллерийскими пушками. В общем, они все проходили, а нас все, мы сзади за ними плелись, так сказать, потихонечку. Ну и приехали мы уже до Краков мы проехали, в Варшаву проехали. И остановились мы в Лигнице, в Брестлаву. И госпиталь наш остановился в Буткоше. Буткоше, так я назвала город. Вот там. И там мы опять начали принимать раненых. Помещение уже было подготовлено. Но пока еще помещение не было подготовлено, то мы помогали нашим лейкратским госпиталям. Там временно работали. Но мы уже были вольно наемные. Нас уже Сталин разжаловал, потому что кормить нечего. Много солдат. Вот поэтому мы уже были гражданские. И работали, также продолжали работать в этом госпитале. А войну мы закончили. То есть встретили. Вот в этом городе. Утром просыпаемся, стреляют на улицу. Что такое? Выходим, девчонки молодые же. Что такое случилось? Да что, война кончилась. Ой, мы этих пулеметчиков обнимаем, целуем. Такие были счастливые. Какая там уже работа? Пришли мы на отделение. Мы ничего не делали. Мы только бегали, целовались, обнимались. Потом нас всех пригласили в столовую завтракать. Там нам налили по 100 грамм наших. Ой, ну такое было счастье. Такое было ликование. А потом в Польше там уже сирена расцвела. Такое солнце, тепло. Ну это было потрясающе. Это было потрясающе. На всю жизнь запомнилось. А потом наш госпиталь, это где-то было уже в июне, или в июле, не помню, закрылся. Часть, значит, поехали домой, возвращались на родину. А часть, значит, вот нас отобрали и послали работать в санатории. Лечить наших бойцов от последствий ранения. Те, которые не могли сразу выехать на родину. Там вот мы их лечили. Еще продолжалось это вот почти в течение года. А санаторий был в Бат-Ларбаке. Ну там мы хорошо жили в санатории, конечно. Работали мы с 10 часов до 12. Я работала в процедурном корпусе. Обслуживали нам наши все это процедуры немцы, немки. Очень чистоплотные, очень аккуратные, очень исполнительные. Ну, они получали от нас паек какой-то. У них дети, конечно. Там, может быть, мужья где-то и на фронте погибли. Мы это не знаем. У нас были там и концерты были, и танцы были. Вечером, когда уже после работы. Нет, не для нас, а для всех отдыхающих. Рокоссовский у нас был. С Рокоссовским сидел за столом. Устраивал он нам какой-то праздник. Наверное, с 8 марта. Столик был какой-то праздник. Вот так. По-моему, все я сказала. Да, но все-таки хочется еще пару вопросов задать. Да, пожалуйста. Для начала, расскажите, пожалуйста, о своих наградах. Какие вот у вас самые любимые? Орден Отечественной войны, медаль на боевые заслуги. Ну и самая любимая, первая, это была, конечно, медаль за ворону Ленинграда. И за победу над Германией медаль. А скажите, а вот как раз, что вы чувствовали, когда узнали, что блокада Ленинграда снята? Ой, это же была такая радость. Мы в одних халатах выскочили на Кировский проспект. И этот салют был. Это было такое ликование. Это было счастье. Это тоже не передается. Это надо видеть и чувствовать. А скажите, пожалуйста, вы же девушки, у вас женский коллектив. Скажите, как вам удалось справиться во время войны? Это же все-таки и чувства, и какие-то физические тоже особенности. Как? Расскажите. Хороший вопрос. У нас очень строгая была Екатерина Ивановна, майор медицинской службы, начальник отделения. Она нам все говорила. А, во-первых, она не разрешала нам выходить на работу без чулок. Почему-то. И она всегда говорила, напоминала нам. Вы учтите, это вам не жилье. Это вам не жилье. А то я запомнила на всю жизнь. И она очень. Мы на нее, конечно, тогда обижались. И все, что она там не разрешает нам без чулок ходить. А где чулки-то взять? Чулки-то штопанные все были. Новых-то нигде не купить. Ну, нет, не знаю. Ну, мы, конечно, у нас в госпитале, когда на улице Мира была, у нас там была перекрыта одна улица. И был такой садик отгорожен специально для нашего госпиталя. И в этом садике устраивались танцы. Мы, конечно, в свободное время, молодые, ходили, танцевали. Но некоторые влюблялись. У нас даже был случай, когда одна медсестра вышла замуж. Причем, не знаю, говорить это или нет, даже женатого мужчину. Это было целое ЧП на весь госпиталя. Значит, все-таки любовь была во время войны? А как же, конечно, была. Без этого никак? Да. А скажите, а вот в вашей бригаде были только русские женщины, ну, русские люди или еще другие национальности были? В нашем отделении у нас была одна такая гибрид, что ли. Она, отец у нее был китаец. Вот это она как раз и вышла замуж. Вот такая вот симпатичная женщина. Мы, девушка, очень симпатичная. А скажите, а вот кроме танцев, к вам, может быть, приезжали какие-нибудь артисты? Или, может быть, танцы какие-то устраивали? Да, спасибо, спасибо за вопрос. У нас в госпиталь был подшифный, или шефы у нас были, Ленфильм. Все новые фильмы, которые выходили во время войны, мы их просматривали первые. Вот. Конечно, у нас приезжали и артисты приезжали, и у нас была самодеятельность очень хорошая, большая. Так что все это было. А можете какие-нибудь фамилии артистов вспомнить? Ну, фамилии артистов-то нет, вряд ли они вспомнят. А скажите, пожалуйста, у вас было личное оружие? Нет. Не было? Нет. А скажите, а вы видели немцев? Ну, видела немцев. Пленных, например? Ну, так, отдали только. Видела, после войны видела немцев. В Каталакшу. Я вышла замуж в 46-м году, и мы с мужем уехали к его родным в Каталакшу. Там немцев я видела. Даже была у них в бараке, видела, как они живут. Даже шила в них. И какие у вас отношения были? Нормальные. Спокойные, то есть? Спокойные, да. Я даже, понимаете, жалела и как-то уважала даже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok